Здравствуйте! Почему-то за отчетный период все время то и дело вспоминалась строчка из Высоцкого. И не испортят нам обедни злые происки врагов. И не испортили. Третий микрофон. Теперь и в парламенте. Погнали! В добрый путь, Молдова! Расправим плечи и поднимем голову. Не позволим загнать нас в стойло. Этой бедной Молдове везет на шулерство. Маленькие партии с большим шулерским потенциалом. Альянса Евро и Мишин сейчас уже понятно. Очень близкие вещи. И не было никаких аргументов предать своих товарищей. Ни одного. Что интересно, когда тяжелые ситуации происходят в нашем с вами обществе, вместо того, чтобы объединиться против коррозийного альянса, находятся крысы, которые дестабилизируют эту сплоченность. Да умрет альянс. По-любому. Жаль, что сначала все украдет. От кого угодно ожидал, но не от Мишина. Это лишний раз доказывает, что у всего и у всех в нашей стране есть цена. И вправду, ну очень старались. Торопились, как в раншие времена, навстречу съезду по КРМ. Аккурат к съезду подгадали и эвакуацию Мишинской тройки. Явно рассчитывая, что это будет как минимум десятка. И я мог бы сейчас назвать фамилии всех тех членов фракции по КРМ, кого еще обрабатывали. Но не хочу их обижать. Не поддались ведь. Наверняка рассчитывали на раскол, скандал, переворот. Наверняка планировали этот переворот. Вот моделировали его. Не случайно ведь Филат незадолго до съезда поторопился назвать Воронина бывшим председателем партии. Оговорочка по Фрейду или по Мишину. Кто-то же давал ему такие гарантии. А вот вам выкусите. Дырку от Бублика вы получите, а не Воронина. Персональный рейтинг, которого, кстати, равен суммарному рейтингу всех остальных. И это после трех лет в глубокой оппозиции, трех лет грязи метания и травли. Продолжение следует... и персоналитеты contemporанные Республики Молдова, самый влиятельный политичный, один одеваренный patriot, и статист Республики Молдова, в кандидатуре третий президент Республики Молдова, пособил ветору президенту, в кандидатуре Владимир Николаевич Воронин. Ставлю вопрос на голосование. Кто за то, что председателем партии коммунистов Республики Молдова был избран Владимир Николаевич Воронин. Прошу голосовать. Кто за? Прошу опустить. Кто против? Кто воздержался? Уважаемые члены счетных комиссий принято единогласно. Владимир Николаевич от души поздравляем вас, желаем вам самого доброго, успехов и выполнив все решения сегодняшнего съезда. А затем, когда не вышло, тот же премьер Филат разразился глубокой премьерской мыслью, мол, раз Мишин ушел, стало быть, что-то неладно в ПКРМ. Это, напомню, заявил Филат, партии которого не 20 лет в будущем году как ПКРМ, а без году неделя. И за эту без году неделю, будучи при высокой должности и немереном бабле, Филат умудрился растерять всех своих партийных заместителей, основателей партии и Тенаси, и Нагачевского, а в придачу еще и лидера парламентской фракции Михаила Годио. И это тот самый уникальный медицинский случай, когда бревно в собственном глазу не мешает разглядывать соринки в чужом. Кстати, тему о глазных проблемах навеяло реальным случаем. В день, когда Мишин, Бабенко и Батнарюк пошли сдаваться, шло заседание политоисполкома ПКРМ, членом которого на тот момент был Мишин. Ему позвонили, спросили, где он, и он ответил, пошел, мол, в поликлинику, к окулисту. Смело так ответил бескомпромиссно. И главное, честно, мне больно об этом говорить, я не знаю, пока доподлинно, на чем там зацепили Вадима Николаевича Мишина. Я только знаю, что это чрезвычайно цинично и негуманно поставить немолодого, не очень здорового с заслугами человека в ситуацию, когда он вынужден выкручиваться и врать своим товарищам. Нехорошо это, неправильно, не по-божески как-то. А с другой стороны, эта история лишний раз доказывает, что нельзя даже в мелочах заигрывать с чертом. Это никогда добром не заканчивается. Коготок увязнет, ну, дальше сами знаете. Шайка приперла меня, и мы упрятали его за решетку. Ну, очтите, я в этом никогда не сознаюсь. Но этот случай лишний раз доказывает то, с кем мы имеем дело, с людьми, которые ни перед чем не останавливаются. И кажется, им вроде бы есть чем заниматься. Страна в кризисе, экономика валится к чертям, люди валят из страны, социальная сфера деградирует, правительство не выполняет собственных решений о повышении зарплат в госсекторе, но покупает при этом люксовые авто для Филата, Лупу и Тимофти. Что не день, убийства, грабежи, изнасилования, коррупция прожрала всю систему государственного управления. В парламенте сидят подозреваемые и осужденные зарубежными судами за уголовные преступления. Дефицит бюджетов к концу года составит по самым скромным подсчетам миллиард. Они уже потратили даже те деньги, которые никогда не поступят в страну. Мы дожили до того, что у нас импорт продовольствия впервые за 200 лет превысил экспорт. 104 тысячи человек потеряли работу, смертность опять превысила рождаемость. Жопа полная, но они сконцентрированы на одной сверхзадаче развалить ПКРМ. Вот им просто больше нечем заниматься, а все не получается. И съезд прошел, как раньше говорили, на высоком организационном и политическом уровне. ПКРМ. И журналисты с принадлежащих лидерам Альянса каналов, ожидавшие обещанной хозяевами сенсации, сильно обломились. И что передавать, когда бунта на корабле так и не вышло? А вот что характерные заголовки в провластных СМИ Воронин перечисляет провалы ПКРМ. Да, перечисляет, поскольку без глубокого анализа собственных ошибок и собственных провалов невозможно претендовать на новые победы. И что правда, то правда, находясь в глубокой блокаде в условиях правой диктатуры и узурпации на протяжении без малого трех лет ПКРМ остается по всем социологическим опросам наиболее авторитетной партией в стране. Но она не у власти и уже одно только это оценивается как неудача. И тут есть над чем подумать и о чем сказать и позволить себе это сделать публично и предельно искренне может только действительно сильная партия. Ни одна из политических партий в Молдове даже близко не может подобраться к тем результатам которые наша партия достигает на всех парламентских выборах начиная с первого нашего вступления в 1998 году. Очень сложно конечно назвать поражение. Но тут акцент мы делаем не на рейтингах а на фактическом положении дел. Партия в оппозиции. И этим все сказано. А потому 9 десятых причин наших неудач мы должны искать в самих себя. Ну вот смотрите Демпартия. На сегодняшнем съезде доклад в лупу занял аж 20 минут а доклад Плохотнюка 15. Что за это время можно проанализировать что по-настоящему вдумчиво обсудить что без тупого шапкозакидательства запланировать этим людям просто нечего сказать даже самим себе не говоря уже об обществе упоминая об этом исключительно для сравнения для того чтобы показать так сказать разницу в подходах так вот по КРМ есть что сказать есть в чем чистосердечно признаться и искренне раскаяться да эта партия коммунистов находясь у власти будто стесняясь собственного названия превратила в фетиш понятие технократического то есть беспартийного правительства а это со временем породило класс безответственной бюрократии безответственной потому что ну а перед кем им отвечать перед правящей партией так ведь партбилетов нет и вообще они нанятые спецы которых все должны целовать в одно место и благодарить уже только за то что они согласились рискуя репутацией работать на государство которым управляет коммунистическая партия и пока партия месила грязь по селам убеждая людей делая результат на выборах они сидели в теплых кабинетах красовались на лояльных телеканалах ни за что не отвечая поскольку отвечала за все та же партия вернее только за плохое хорошее результативное которое всегда было плодом коллективного креатива они себе присваивали приписывали с легкостью необыкновенной и это безусловно и одна из причин последовавших предательств а можно ли ждать верности или хотя бы благодарности от нанятых спецов а в конечном счете одна из причин поражения и вот Саша Исаев на съезде хорошо об этом говорил был такой культ технократов то есть было такое сознательное дистанцирование от партийности правительства партия принципиально не хотела навязывать молдавскому народу однопартийное правительство было это ошибкой на тот момент не знаю думаю что нет я думаю что мы здесь просто опередили свое время мы хотели молдову выдернуть сразу из каменного века куда загнали к 2000 году из феодализма сразу выдернуть ее в нормальное демократическое цивилизованное общество где управляют именно нормальные профессиональные люди беспартийное правительство это было символом нашего стремления к примирению и согласию в молдавском обществе и вторая большая проблема за все эти годы когда страна медленно но верно выходила изо всех видов кризиса постепенно становясь на путь развития социальной стабилизации ПКРМ сочла что этого вполне достаточно что люди и так оценят ее работу и люди оценивали причем позитивно выборы 2005 года победа ПКРМ апрельские выборы признанные международным сообществом свободными и демократичными дали 60 мандатов партии коммунистов но что-то в диалоге с обществом было утрачено за ПКРМ голосовали но никто не готов был отстаивать свой выбор отсутствие прямой политической поддержки привело в частности к тому что избиратели как-то очень безвольно приняли результаты сфальсифицированных выборов июля и ноября а уж правые режимы которые к тому моменту на волне кризиса устаканились по всей Европе эти сфальсифицированные результаты не просто приняли но и горячо приветствовали и пусть это звучит цинично но по всей видимости и людям надо было хапнуть полной мерой горя с этими горе правителями чтобы почувствовать разницу и европейским структурам осознать что слово демократ и либерал в названии молдавских партий вовсе не означает ни демократии ни свободы в их повседневной деятельности что слово евроинтеграция в названии правящего альянса в исполнении этого альянса ведет лишь дискредитации этого процесса сегодня рейтинг евроинтеграции драматически низок и безусловно пусть это тоже прозвучит цинично самой ПКРМ необходимо было пройти чистилище оппозиции не только для того чтобы каждый показал кто есть кто не только для того чтобы избавиться от прилипал карьеристов порой просто трусов но и для того чтобы радикально пересмотреть подходы к диалогу с обществом и вот оно случилось получилось впервые за многие годы ПКРМ получает то о чем даже не могла мечтать находясь во власти не просто избирательную а прямую народную общественную поддержку десятки тысяч людей на площадях и улицах Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Запускается механизм гражданского конгресса беспрецедентного для Молдовы органа прямой демократии и общественного контроля над властью не важно над какой властью не важно какого эта власть будет цвета делая этот шаг ПКРМ не просто открыла еще один общественный фронт борьбы с нынешним режимом но и саму себя в будущем после прихода к власти страхует от принятия закрытых кабинетных решений от того что всякие крупные или мелкие плохотники смогут вдруг на эти решения повлиять что сами эти решения будут неугодны обществу и если только ради этого надо было уйти в оппозицию по всей видимости надо было это сделать но вы знаете осознав за три года что эта власть не просто не способна созидать по причине отсутствия у нее созидательных навыков но и сознательно банкротит страну ставя перед собой садистскую цель не просто уничтожить стереть с лица земли независимое молдавское государство но и причинить ему при этом максимально возможную боль все самые мрачные прогнозы партии коммунистов в отношении этой власти сбылись поскольку основывались они и на высокопрофессиональной экспертизе и безусловном понимании что сегодня молдовы управляет марионеточный режим предателей и наемников цель которых лишить жизненной цели народ молдовы а саму молдову исторической перспективы тщательно создаваемый властью хаос в котором коррупция спорит с криминальным беспределом а экономические провалы конкурируют лишь с социальной деградацией закрываются школы и в школы возвращается история румын постоянно растет доля каждого гражданина во внешнем долге страны и люди не в состоянии рассчитаться с долгами за коммунальные услуги не впускать в страну инвестиции проводя безумную налоговую политику и выталкивать из страны людей в поисках работы признать на высшем государственном уровне что молдавской нации не существует и назвать главной угрозой государству Россию объявить день кошмара 7 апреля днем свободы установить памятник советской оккупации а теперь вот филат еще и музей открыл и увековечить нацистского преступника Антонеску превратить конституцию в подстилку на которую можно не обращать внимания как раз по причине того что она основной закон государства именно поэтому вне закона избрать президента объявить о наступившей стабильности по этой причине и тут же закрыть нит и развязать репрессии против своих политических оппонентов перечислять мелкие и крупные преступления этого режима против государственности страны и ее демократии можно бесконечно и не случайно на бунтующих кишиневских улицах люди в знак протеста против политики альянса выкрикивали название собственной страны ГОЛДОВА 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 но им на это плевать и вот сегодня они вновь говорят о необходимости принятия новой конституции вон вчера на своих телеканалах целый вечер об этом только и говорили и принять за основу проект так называемой комиссии ГИМПу есть очень серьезная опасность того что вся так называемая конституционная реформа будет сведена к внедрению в текст конституции основных положений декларации о независимости переподписанной совсем недавно с такой сумасшедшей помпой а декларация о независимости по признанию самих ее авторов фиксирует временный характер молдавского государства и румынскую идентичность его граждан и люди осознав за эти годы что альянс целенаправленно лишают их страны все чаще предъявляют по КРМ одну главную претензию претензию ухода от власти или как часто говорят сдачи власти поскольку при всех проблемах недочетах и ошибках той власти всем было понятно свою задачу главную задачу она видит в сохранении и укреплении молдавского государства и нам вспоминают так называемый золотой голос вменяют в вину то что мы не способны ни с кем договариваться из нынешних партий альянса о переформатировании коалиции о переформатировании власти ей богу не к нам эти вопросы пытались договориться и с золотыми голосами и с урикяном о формировании антикризисной коалиции и с филатом даже кажется тогда договаривались и договаривались что характерно и согласованные тексты совместных деклараций уже были готовы к подписанию да только ни одна из этих договоренностей так и не была выполнена вспомните как их пугали угрожая смертью от имени какой-то там организации циклон если вдруг кто-то из них проголосует за кандидатуру ПКРМ и они были вынуждены вывозить за рубеж свои семьи и никто не рискнул не с кем было договариваться поскольку никто из них не был готов ответить за собственные слова они были несвободны и управляемы извне то же самое случилось и позже но давайте вспоминать декабрь 2009 и ровно через год декабрь 2010 переговоры с демпартией о формировании левоцентристской коалиции которые привели к тому что демократы снюхались с ГИМПу ну и с ФИЛАТом то-то я гляжу на их съезде уже нет почетных гостей из единой России а? а в 2011 переговоры с ФИЛАТом которые закончились тем что ФИЛАТ повторно снюхался с Плахотнюков там просто не с кем договариваться а может оно и к лучшему в такой ситуации мне предстоит что лучше себя не тишить иллюзиями и не занимать время теоретическими рассуждениями о возможных межфракционных комбинациях о союзах и каких-то даже пусть кулуарных договоренностях гораздо честнее будет если мы объясним гражданам чем же действительно стал нынешний режим для нашей Молдовы какова его подлинная природа и тогда я убежден гораздо легче будет найти способ окончательного избавления от этого пусть даже временного но чрезвычайно опасного недоразумения в современной истории страны знаете наверное и правда все к лучшему поскольку несмотря на то что политика считается грязным делом иногда лучше иногда гигиеничнее сохранить чистоту счастливы Степанюки Цурканы Стратаны тем фактом что их пригласили аж поприсутствовать на съезде демократической партии в качестве массовки ну вот полюбуйтесь на Додона счастлив ли он пойдя на сговор позволив этому режиму удержаться сохраниться укрепиться избрав для этого режима незаконного президента рейтинг в 0,1 даже при наличии денег это все равно 0,1 и он не выглядит счастливым а выглядит каким-то нервным ну извините назвать маразматиком Игоря Бацана одного из немногих политических обозревателей сохраняющих хоть какой-то здравый смысл в этом дурдоме лишь потому что тот не исключил вероятности получения Додоном денег в обмен на голоса это как-то уже слишком да об этом на каждом углу разговаривают что все маразматики а объяснение Додона зачем он проголосовал за Тимофти который мало того что не собирался проходить никаких тестов на государственность но и демонстративно уже после избрания их провалил разве это образец здравомыслия я думаю что после 16 марта мы социалисты дали возможность гражданам увидеть настоящее лицо правителей мы проголосовали потому что значительная часть населения полагала что это одна из главных проблем страны проголосовали чтобы унионист ГИМПу не получил пост спикера проголосовали чтобы не допустить досрочных выборов которые по нашему мнению ничего бы не изменили каково мы проголосовали за президента чтобы все поняли что альянс не умеет управлять государством ни хрена себе эксперимент над людьми для наглядности а то люди и так не знают что этот альянс ни черта не умеет управлять государством то есть эти люди даже не удосужились придумать какой-то удобоваримой непротиворечивой вменяемой версии уже не было бы никакого альянса не умеющего управлять государством если бы Додон не проголосовал бы против закона за Тимофти а это все вот это отмазки в пользу бедных почти по пелевину посылают знаки и проституируют смыслы Бабенко в поисках отмазки просто отжег ну примерно так у него получилось мы не паркетная партия поэтому мы решили вернуться в парламент во первых партии никакой нет а во вторых ну не паркетная партия в парламенте да месить знаменитую парламентскую грязь и это выражение восходит к аналогичной сентенции предыдущего катапультированного Игоря Додона который в частности заявил по КРМ мол выбрала путь слабаков спрятавшись за баррикадами конец цитаты то есть судя по всему спичрайтер человек придумывающий тексты у них один на всех и у этого спичрайтера явно что-то сломалось в голове на ту же тему гуляет масса различных абсурдных шуточек типа вы объедались хлебом а мы давились черной икрой или пока вы грелись у мартеновских печей мы мерзли у пивных ларьков или из брежневской эпохи пока вы отсиживались в окопах Сталинграда мы воевали на малой земле можно предложить этим ребятам расширить диапазон к примеру пока вы прогуливались в 30 градусный мороз мы страдали от жары на Мальдивах герои ну да вот смотрите Мишин Бабенко Батнарюк у нас нет претензий ни к ПКРМ ни к ее лидеру говорят они так что тогда ушли для того чтобы защищать в парламенте русскоязычных и вообще чтобы там раздавалась русская речь это почти цитата очень хорошо два дня сижу в парламенте и жду когда же наконец они начнут защищать русскоязычных или хотя бы разговаривать на русском или хотя бы на каком-нибудь другом языке пусть уже начнут разговаривать как бы не так сидят молчат ни на русском ни на каком другом языке не разговаривают И при первой же возможности снимаются и покидают зал заседаний парламента, куда так стремились разговаривать на русском и защищать русскоязычные интересы. Счастливы ли они? Как будто они такими счастливыми не выглядят. Счастлив ли Вадим Николаевич Мишин попасть под собственные определения? Из семи попыток избрать президента страны, что дает им сегодня основания громко кричать о плохой конституции, пять раз кандидатом в президенты было одно и то же лицо. И это лицо было с клеймом предателя, с клеймом провокатора, с клеймом человека, который продал своих товарищей, продал их в самый ответственный момент, изменил им и ушел от них. Счастлив ли Вадим Николаевич Мишин от того, что его высокомерно поблагодарил Дадон? Мол, я у этого человека многому научился, и почему мы у этого человека старались учиться чему-то другому, а не тому, чему научился Дадон, не превзойдя, а всего лишь опередив своего учителя. И рад ли он, Вадим Николаевич Мишин, тому, что его отстранили от руководства Союза офицеров? Ну, потому что офицеры. Да что далеко ходить, счастлив ли Лупу, единственный, кому удалось в свое время нанести хоть какой-то электоральный удар по ПКРМ, который даже не попытался хотя бы для приличия повозражать, когда его на сегодняшнем партийном съезде Демпартии сравнивали ни много ни мало со Штефаном Челмаре. Ну, не касайтесь святого. Уже и так все опошлили, уже и так все смыслы спроституировали. И мне кажется, Лупу не очень счастлив, поскольку реакции имеет он неадекватные. Вот, к примеру, позволяет себя называть Штефаном Челмаре. Это с одной стороны, а с другой стороны нервно дергается на безобидные совершенно замечания. Ну, вот, к примеру, депутат ПКРМ Зинаида Киструга убедительно попросила Лупу не обращаться к депутатам «драджи-мей», поскольку это не парламентское, а чисто семейное выражение. И полюбуйтесь, как на это отреагировал Лупу. Мы просим вас не называть нас дорогими. Мы вам не так уж и дороги, да и вы нам. Подобные дружественные приветствия можно использовать в своей семье, а не в парламенте. Госпожа коллега, я вам по-дружески советую. Прошу моей семьи не касаться. Понятно? Независимо от того, что вы женщина, говорю вам это в первый и в последний раз. И вот что это было? Кто лез в его семью? Ну, явно не Зинаида Киструга. У нее своя семья есть. А с такими реакциями, может, правду, лучше на некоторое время туда, где по сегодняшний день нет-нет-довстречаются Штефан и Чалмари по соседству с Наполеонами. Но пока они заседают на съездах, под которые изуродовали оперный театр имени Марии Биешу, по-моему, надругавшись над памятью великой певицы. И они, демократы, в последнее время все чаще повторяют нас, очерняют, нас пытаются очернить. Хрен ли там очернять, когда они сами себя так засинили. Такое, кажется, можно было сделать только по большой синьке. Ну, не по большой же, во всяком случае, трезвости. Демократы отковыряли от ступеней и выбросили пандус для инвалидов-колясочников, по которым инвалиды-колясочники могли подниматься в оперный театр. Оно понятно. Они обещали вернуть его потом на место. Ну, а вдруг кто-то из них, из инвалидов, захотел бы посетить этот съезд? Ну, скажем, чтобы посмотреть в глаза министру социальной защиты Валентине Булиге, благодарным взглядом получателя социальной помощи. Или вот, Ниту и Омеге не дали аккредитацию на съезд Демпартии. То есть, мало того, что они НИД закрыли, так теперь еще и уже закрыты, не пускают на свои партийные мероприятия. Так поступают настоящие демократы. Да, демократия демократов в демократическом действии. Отказ аккредитовать журналистов ничего общего не имеет со свободой слова, с демократическими ценностями, с ценностями партии левого толка. Более того, левые партии всегда отстаивали права человека, среди которых особое место занимает свобода слова. И ведь несимметрично. На съезде по КРМ, к примеру, телеканал Плохотнюка Прайм, который паразитирует на первом канале российского телевидения, аккредитован был. Не знаю, как вам, а мне кажется, это нехорошо. Планировали продемонстрировать некий триумф на сегодняшнем съезде, а продемонстрировали, возвращаясь к тому же Пелевину, что где-то рядом проходит труба с баблом. По разным оценкам, звучавшим в прессе, ребрендинг оперного театра имени Марии Биешу обошелся демократам в сумму от 500 тысяч до 2 миллионов евро, источник которых держится в строжайшей тайне. И каким же забавным выглядел, к примеру, Игорь Корман, депутат-демократ, который заявил, мы, мол, не сильно потратились, использовались только дешевые материалы, картон, к примеру. Ну да, вот стоит дом, особняк. Для его строительства используются только дешевые материалы. Песок, вода вообще бесплатная, камень, цемент недорогой. Вот все дешевое, а дом стоит до хрена. Подготовительные работы в оперном уже обозваны журналистами, пиром во время чумы. Но знаете, принципиально не споря с таким определением, хочу внести в него некоторые коррективы. Речь-то идет о Плохотнюковской демпартии. Так что назовем это действие не пиром во время чумы, а так, пиром на фоне чумки. Синий-синий-синий Синий-синий-синий Не за синей птицей Еду за тобой в ку-у-у-у За тобою в танце синих птицей Ищу я лишь ее, мечту мою Лишь она одна мне нужна Ты ведь не знаешь все Ты знаешь, где она, она, где она Мда, сыграй мне синюю рапсодию И вот эта синяя песня синих людей была все о том же О главном, как хорошо в стране советской жить Под мудрым руководством Штефана, то есть, пардон, Мариана Ильича Лупу и Владимира Георгиевича Плохотнюка, Которые оба-два, как есть наш рулевой И главной своей целью официально Демпартия видит, нет, не наступление в Молдове Мира, добра, благополучия О том, что сама Демпартия стала бы вдруг Главной левоцентрической политической силой По щучьему велению И это очень смело, ибо Своё самоутверждение в качестве таковой Главной левоцентрической силы Демократы начали с двух подряд союзов С ультраправыми либералами Михаил Гимпу В каковом трогательном союзе Они пребывают и по сегодняшний день Уже уступая в рейтинге Своим трогательным союзникам Для партии, которой руководит Аж почти целый Штефан Челмари Как-то очень не солидно И зря они, думая, что хвастаются Признались, что в этом альянсе Только они, демократы Занимаются социальными проблемами И теперь пусть на себя опеняют Благодарные люди Теперь точно знают, когда И кого за это благодарно благодарить И вообще, Плохотнюк-левоцентрист Это звучит даже не смешно, а глупо Известно высказывания Плохотнюка В широком кругу Вообще-то я, как известно, убежденный либерал Но поскольку соцопросы показывают Что свыше 60% населения Придерживается левых взглядов Мы будем строить партию левого толка Самое смешное, что Плохотнюк-либерал звучит еще смешнее Готов ли он без политического партийного прикрытия Без своего поста первого вице-спикера Без использования государственных властных механизмов Без распределения должностей по алгоритму В результате чего именно он взял под контроль Ключевые министерства и силовые структуры Вроде Центра по борьбе с экономическими преступлениями И коррупцией И генеральную прокуратуру Так вот, готов ли он без всего этого Без ресурса Который дает либо близость к власти Либо сама власть Успешно по-либеральному Конкурировать на рынке Как бы не так Ведь реально, как только включаются Реальные рыночные механизмы Подкрепленные демократическими институтами Вроде неподкупного правосудия Плохотнюк тут же сыпется И шатается Посмотрите, что в Англии случилось Где высокий суд Лондона Признал Плохотнюка бенефициаром Нашумевших в Молдове рейдерских атак Перевожу с юридического Суд лондонский Официально установил Что именно Плохотнюк стоял за офшорными фирмами Которые получили выгоду от рейдерских захватов И это реальный международный скандал В который вовлечено высокое должностное И чуть ли не четвертое лицо в государстве И мы, придя в парламент Где Плохотнюк два дня отсутствовал Тут же потребовали тщательного разбирательства Отчета Генеральной прокуратуры Центра по борьбе с коррупцией В Лондонский высокий суд Были представлены документы О рейдерских атаках в Молдове И в этом деле фигурирует имя Румынского гражданина Влада Плохотнюка На его имя было зарегистрировано Много компаний, которые участвовали В этих схемах Поэтому мы потребовали, чтобы на следующее заседание Пришли главы Генеральной прокуратуры Центра антикоррупции И представили информацию по этому делу Но имея в виду, что речь идет о первом вице-спикере парламента И чтобы не причинять ущерба имиджу Молдовы Мы потребовали освободить от должности Плохотнюка На время следствия И я к чему говорю о неполной адекватности оппонентов В данном случае из Демократической партии Они на полном серьезе В своем официальном ответном заявлении Обвинили в решении высокого лондонского суда Судьи которого назначаются лично королевой Британии Ну разумеется, партию коммунистов Республики Молдова Интересно отметить то, что те, кто нас обвиняет Сами лишены веры Речь идет о ПКРМ Партии, находящейся в дрейфе В полном кризисе интенсичности Партии, которые начинают терять людей И несправедливо занимают столько лет места На левом политическом фланге Стоп-стоп, это не ПКРМ А высокий суд Лондона обвиняет Долго, наверное, думали По интернету уже гуляет веселая такая шутка О том, что, мол, Плохотнюк намерен подать в суд На Елизавету II Причем в Молдавский суд А еще лучше в Молдавский Конституционный суд И все это было бы смешно, конечно Когда бы не было так страшно Случай, по сути, действительно беспрецедентный И был бы Плохотнюк рядовым рейдером Ладно, бог бы с ним Но ведь он претендующий чуть ли не на национальное лидерство политик Во-первых, с него должен быть снят иммунитет Это он должен сам попросить Если у него были бы какие-то инстинкты и рефлексы Ну, не попроси, значит, парламент должен снять иммунитет Значит, должен быть снят Должен быть снят с поста первого вице-спикера На время расследования Значит, прокуратура в качестве свидетеля Сначала, я так понимаю, должны его вызвать После первого допроса там Или ряда допросов Если меняется качество, значит, подозреваемого Если меняется опять, значит, обвиняемого Ну, давайте мы спросим Да-да-да-да-да Сейчас, сейчас, сейчас Прям кинутся прокуратура с центром по борьбе С коррупцией Подкрепленные судебными инстанциями Объективно разбираться в деле Плохотнюка Так не кстати для него засвеченного высоким лондонским судом Что это будет? Пчелы против меда? Всем же прекрасно известно Что и прокуратура, и центр Кстати, его глава Верил Китрару Сам в этом признавался с некоторым даже сожалением В той или иной степени принадлежат по квоте По распилу должностей в альянсе, демпартии И лично Плохотнюку И вообще, судя по этим активам Его напрасно называют все лишь четвертым лицом в государстве Ведь ему принадлежит еще и так называемый президент И даже, думаю, с некоторых пор частично и премьер-министр Филат Ведь именно Филат поднял тему кукловодства Плохотнюка и рейдерства в его исполнении Именно он раскачивал эту тему Именно на ней на некоторое время даже сблизился с ПКРМ И вот сегодня, когда она наконец нашла свое прямое подтверждение Из независимого лондонского суда безвольного идеала Отмахивается и самоустраняется Это, мол, не мое дело Пусть юстиция разбирается Вот так спекся Говорю, ведь с чертом заигрывать нельзя никому А не только коммунистам Он в сообщнических отношениях с этим человеком Ведь это с самого начала года видно Это другой Филат, чем в прошлом году Это Филат в связке очень такой крепкой с этим человеком И они как в самом, что ни на есть в воровском, бандитском мире Они поделили Вот твоя сфера и моя И на этой почве их дружба даже стала крепче и солиднее И выход, если говорить о выходе системном, действительно только один Полностью изменить саму процедуру набора судей, прокуроров, членов счетной палаты Сделав этот процесс всенародным, чтобы люди их избирали И чтобы они же имели право их отзывать Именно это намеренно сделать ПКРМ, за что и проголосовал съезд партии И это будет лишь небольшая часть стратегии построения в Молдове демократического социализма Именно народ должен избирать судей и прокуроров А не назначать Лохотнюк, Филат и Гимпу Именно народ должен избирать членов счетной палаты Которые должны проверять, как власть расходует публичные финансы И не всякие горинчои, заказные и показные Должны нас решать лицензии НИТа И решать, что смотреть народу по телевидению А именно народ должен их избирать И сделать публичное телевидение по-настоящему публичным и народным И не чекан нам должен читать голоса И отбирать у нас голоса А члены Центральной избирательной комиссии Должны избирать именно народ Который сам у себя выборы однозначно не украдет Это и есть демократический социализм Где власть принадлежит именно народу И гарантирована всем социальная справедливость А пока всю эту систему контролирует Плохотнюк Наверняка по сговору с Филатом И нам приходится ждать справедливости и правды Исключительно из-за рубежа И в этом смысле чрезвычайно не везет именно демократам Еще один депутат демократ Валерий Гума Не просто обвиняется А уже и приговорен румынским судом На целых 4 года Без отсрочки на период исполнения депутатского мандата В республике Молдова То есть он по большому счету Уже должен сидеть в тюрьме В румынской И он конечно обжаловал приговор В высшей судебной палате И теперь ждет окончательного приговора И думаю сейчас там активно работает И вот чтобы было понятно Лично к Валерии Гуме никакой неприязни У него такая профессия Хорош парень Но ведь когда депутат парламента независимой страны Осужден за коррупцию На территории другого государства Это же скандал Произошел чрезвычайный случай Депутат парламента Валерий Гума Был осужден в другом государстве Я не понимаю коллег из фракции Демпартии Почему не беспокоятся Не задают вопросов В этой связи я предлагаю Создать парламентскую комиссию Которая проанализирует эту ситуацию И знаете что нам ответили В стиле старого грузинского анекдота Подсудимый Ваше последнее слово Сто тысяч Суд удаляется на совещание Возвращается Подсудимый Вы признаете себя виновным Нет Ну на нет и суда нет Вы свободны Рафик прибежал тут же в отделение В этом я его поддерживаю И все рассказал Говорит И тем не менее Я ни в чем не виноват Господин Гума не виноват Господин Гума об этом сказал Мы совершенно спокойны Приехал к нам в отделение Зашел к нам Лично в мой кабинет Зашел Лично в мой кабинет Подходит ко мне Рафик Говорит Папа Ты поверь Говорит Я не учен Говорит Не виноват И вот хотя бы для того Чтобы постоянно поднимать И раскачивать эти вопросы Эти темы Мы пришли в парламент Да так пришли Что стены вздрогнули Мы собственно для того И пришли Настаиваю Пришли А не вернулись Чтобы добиться Распуска Этого незаконного Парламента Действуя И извне И Изнутри О чем еще на съезде Открыто заявили Тем кто рассчитывает На то что фракция Партии коммунистов Вернется вот так Склонив голову В парламент Для того Чтобы демонстрировать Показную лояльность Сговорчивость Соглашательскую позицию Политику К И какой-то даже Конструктивизм К нынешним властям Серьезно ошибаются У нас нет оснований Для конструктивного Разговора с узурпатами Власти С теми Которые душат Свободу и демократию Народную В стране Быть конструктивным По отношению К филату Лопу Гимпу Значит Быть нам Продажными А потому Если мы и вернемся В этот парламент То вовсе Не для того Чтобы признать Его легитимность А исключительно Для того Чтобы изнутри Содействовать Его скорейшему Взрыву И распаду Вначале Цивилизованно Предложили слушание По ситуации СМИ Не согласились Не прошли проверочку На вшивость Тупо не хотели Чтобы мы Хотя бы На эти слушания Пришли в парламент Даже известно Кто персонально Этого не хотел Плохотнюк Который Активной Жестикуляцией Вот такой Примерно Спровоцировал Отказ Членов Постоянного Бюро Парламента И вот это Стало Последней каплей Свобода слова Свобода выражения Интересует ПКРМ Не только С точки зрения Беспредельного Закрытия телеканала НИТ Но и Скажем Того Беспредела Который творится Сегодня на так называемом Общественном Канале Где даже Во время Трансляции Матчей Чемпионата Европы Нам зачем-то Рассказывают Историю Взаимоотношений Той или иной Сборной Со сборной Румынии Которая на этом Чемпионате Как известно Вообще не играет А молдавских Футболистов И тренеров Упорно Называют Никак иначе Только Басарабень Так вот Стало окончательно Ясно Что Альянсу В целом Плохотнюку В частности Очень не хочется Чтобы мы пришли В парламент Обсуждать этот Весьма болезненный Для них И особенно Для него Вопрос Так и что Подыгрывать Как бы не так Раз они так Этого не хотят Значит мы должны И даже обязаны Это сделать Мы не признали Этот парламент Легитимным И не сделали Его своим приходом Более легитимным Мы просто Приняли решение Бить врага На его территории Общиты Мы приехали В последнее Мы не знаем Как требует Душа Политика В парламент Не легитим А нам просто не оставили иных вариантов. Мы идем с целым пакетом законов, которые должны сделать жизнь людей чуточку легче, а государство немного крепче. Там и о социальном хлебе, и о стипендиях, и о нейтралитете, и об государственности и так далее. И, конечно, их никто не примет. Но, во всяком случае, у нас уже будут готовые проекты, которые тут же будут утверждены в нормальном парламенте после досрочных выборов. И я уже где-то читал, мол, отменить принятый нелегитимным парламентом законы, это юридический нонсенс, а я вам вот что скажу. Юридический нонсенс – это избрать президента с четвертой попытки при двух возможных. Это они сделали так, что правил больше нет. С волками жить, по волчьи выть. Отменим к ядрине фене, можете не сомневаться. А что заслуживает, за что сами проголосуем, просто переутвердим. И уже раздались голоса, мол, вы людей водили по улицам в мороз, ничего не добились, а теперь вот вернулись в парламент и так далее. Это для меня очень личное, поскольку я лично звал вас на улицы и лично с вами по этим улицам ходил, с вами там находился. И вот что я хочу сказать. Чего добились, а как чего? Половина населения не считает Тимофтий легитимным президентом. Десятки тысяч людей, невзирая на 30-ти градусный мороз и 35-ти градусную жару, чуть ли не впервые за всю 20-летнюю историю Республики Молдова, на улицах и площадях, учились прямой демократии, бились за собственные права, но что особенно важно, за собственное государство, за Конституцию, за законность. Отстояли 9 мая, наверняка остановили блицкрик по быстрому уничтожению нашего государства. Не вышло до конца, но не вышло, к сожалению, у многих. Не вышло в 37-м у испанцев, пытавшихся бороться с фашистской диктатурой Франко. Не вышло у Чи Гевары в Боливии. Была ли их борьба бессмысленной? Ответ на этот вопрос уже дала история, спевшая Ассанну, святому безумству храбрых, канонизировав героев-антифашистов, превратив в икону Че. Иконой стал Виктор Хара, а отрубившему, а ему руки престарелому Пиночету и немощному Пиночету вынеслась судебный приговор. И так, поверьте, бывает со всяким негодяем-узурпатором. У нас с вами не до конца вышло на улицах. По одной простой причине этой власти плевать на ваши чаяния, на вашу борьбу, плевать на ваши права, плевать на государство, за которое мы выходили все это время воевать. Но эта власть испугалась. И 16 марта, вы сами видели, она выбрала себе незаконного президента Поваровски, спрятавшись за спинами полицейских и провокаторов, только подчеркнув лишний раз, что является диктатурой, поскольку любая диктатура, опирающаяся на сговор, а не на волю народу, труслива. И вместо того, чтобы убираться, как требовал от нее народ, эта власть пошла на нарушение Конституции. Вместо того, чтобы отправляться куда-нибудь тратить на ворованное, она выделила часть средств на подкуп. Дешевле подкупить трех депутатов, чем попытаться подкупом вновь обмануть десятки, сотни тысяч людей. Эта власть оказалась подлее, чем даже мы с вами о ней думали. И она, напомню, не дала нам с вами провести референдум о доверии, а вернее недоверии этому парламенту. И мы поняли, с этими нужно бороться их же методами. И сменили тактику. И пришли в парламент, чтобы, повторюсь, бить врага на его территории. И я точно знаю, многие, многие из вас почувствовали себя как-то надежнее и спокойнее. На сегодняшнем пленуме ЦК ПКРМ был взят курс на досрочные выборы. И не будет им теперь ни дна, ни покрышки. Мы будем повсюду, и внутри парламента, и вне его добиваться только этого. Мы и так их страшный сон. А теперь мы еще и их страшный сон наяву. И поверьте, недалек тот час, когда мы им приснимся уже окончательно. Редактор субтитров А.Семкин